То, что происходит с Евросоюзом, прекрасно описывается многими экономистами. Есть даже такое понятие график Дэвиса. Это когда бурный рост сменяется неким застоем и небольшим провалом, начинает расти волна недовольства. Мы видим это по Евросоюзу, и мы также видим здесь некие системные тенденции, которые заключаются в следующем. Как только уровень внутреннего богатства, если касается экономики, или внутренней энергетики, если касается организма, в системе падает, ее подсистемы начинают конкурировать и жестко довольно друг с другом, вплоть до отделения, что называется. Так, если небольшой голод может помочь человеку мобилизоваться и даже ликвидировать кое-какие болезни, собравшись внутренне, человек это сделает, то большой голод уже приводит к деструктивным таким последствиям, когда органы начинают конкурировать, внутренние органы человека, друг с другом за крохи энергии. Вот примерно то же самое происходит во времена краха империи. Мы наблюдали это на примере Советского Союза, когда отдельные части империи начали конкурировать друг с другом, выстраивая против друг друга таможенные барьеры внутри страны. Это было и во Франции после революционной, когда случилась страшная нищета, и в России, и в других странах. И вот сейчас мы видим признаки этого в Европейском Союзе. Что меня радует, так это то, что Евросоюз все-таки по ментальному, культурному, интеллектуальному и цивилизационному уровню, он на два поколения опережает то, что есть сейчас в России примерно. И у них есть шанс обдумать это, отрефлексировать и собраться, поскольку в современной экономике чем больше рынок, тем выгоднее, собственно говоря. И те самые правые, или наоборот крайние левые, которые призывают к окукливанию, на самом деле они призывают к гибели.